Но сегодня в студии Иван Каспер Сёмин. И для того, чтобы его встретить, у меня есть несколько приспособлений. Во-первых, экипировка, без которой нельзя встречать такого гостя. А во-вторых, у меня есть вот кое-что вот такое. Итак, Иван, Светлана, я иду к вам. Да, ты не идёшь. О, трюк! Опа! Милышев, ты поехал уже, ты просто поехал. Это я! Это студия новая, оставь в покое. Всё, ладно. Это не твоя парафия. Ладно, стоп, хватит. Я вот тоже так, я думаю, за кадром посидела в каске. Кстати, режиссёр сказал, что мне очень хорошо. Но я думаю, что фотографию, возьми, Иван, можете посмотреть как раз в социальной сети, на нашей странице «Утро с нами». Да, очень смешно. Так, у нас классные темы. Недавно что, мероприятие было хорошее? 23-24 года. Таблетки, да, было? Да, недавно мы отметили 24-ю уже годовщину с неоснования скейт-парка «Таблетка». Первого на всей территории бывшего Советского Союза. Мы сделали это, как всегда, не просто посиделками у костра или там под музыку танцевания, но, конечно же, провели соревнования. Ну, и не исключая все первое и второе. Вот, поэтому у нас было много гостей, как диджеев, так и танцоров, так и роллеров, и скеттеров, и самокатеров, и миксеров. Откуда были ребята? Крымские только или дымы были еще? А сейчас география у нас расширилась гораздо больше. Если раньше приезжали ребята из Киева, из Харькова, и со всего Крыма, то сейчас уже есть райдеры и из Тюмени. У нас был участник из Санкт-Петербурга, который занял третье место в скейтбординге, поэтому у нас расширяется. География расширяется. Класс. Ладно, хорошо, то, что география расширяется, а больше стало там симферопольских, крымских, вот уже приобщаться к этому делу. Конечно же, популяризация всех экстремальных, уличных, экстремальных видов спорта, она стремительно растет. Для этого нужно, конечно же, не просто желание, специальная амуниция для того, чтобы тренироваться, но, конечно же, площадки. И так как это все развивается, мы на той же нашей таблетке уже не умещаемся все, потому что видов тоже, они эволюционируют, появляются новые какие-то виды активности. Вот, поэтому нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы такие площадки были в каждом, как минимум, городе Крыма, потому что сейчас таблетка является центром крымского экстрима, как бы она собирает ребят со всех городов ежедневно. Они приезжают сюда учиться, если это студенты, или просто школьники, которые приезжают в гости на выходные, поэтому... И что делать? Как стремиться, как развивать, как строить новые площадки, как просить помощь? Есть специальные организации, которые делают проектные все документы, которые делают разрешительные документы, делают, советуются с нами, ребятами, которые катаются со старшими и так далее. И мы делаем новый спот, новое место тренировки и досуга молодежи. Я думаю, что 25-летие будут новые. Будет вообще юбилей, да? Что планируется? Уже есть, например, кого-то хотите пригласить, какие-то мастер-классы, каких-то миссий, биджеев? Да, 25 лет, это четвертак уже, ничего себе, да, возраст, как говорится, такой. Зрелость уже, да. Конечно, традиционно это соревнования в дисциплинах скейтборд, это роликовые коньки, это BMX велосипед. По возможности, если соберутся ребята, это будет скутер, вот, и, конечно же, на протяжении всего дня, а это проходит 12-15 октября, в зависимости от погоды, мы выбираем время, приходят к нам диджей, приходят танцоры, у нас такая широкая программа, то есть площадка-таблетка, она открыта для всех творческих людей, и мы, собственно, будем отмечать, думаю, очень весело это все и дружно. А скоро грядет новое мероприятие, Крым в моем сердце. Что это такое, о чем это, расскажи подробнее. Да, это такое крупное мероприятие, это фестиваль Крым в моем сердце, который будет не без вашего участия, конечно же. Да, да, будет с удовольствием. Будет проходить он в районе Дворца пионеров, то есть он собирает не только творческую молодежь, которая занимается во Дворце пионеров, как мы его привыкли называть, это Центр развития детского творчества, вот, где и находится таблетка рядышком, скейт-парк, это будет большой комплекс мероприятий различного рода, как творческого, это танцевальный, хореографический, вокальный и так далее. Также это будет соревнование по роликам, по скейтам, можно будет прийти, получить мастер-класс на таблетке, там поучиться, что-то подскажут, покажут, ну и вообще в целом провести весело время. В общем, весело будет, очень задорно, а вот все мероприятие будет сколько проходить? Часа 4, 8? Ну, как минимум, да, по программе у нас там с 2 до 6 у нас вообще плотный график, да, вообще мы собираемся где-то в 12, и мы очень хотим, чтобы нам повезло с погодой, потому что если идет дождик и нам мокро, кататься получается, выходим где-нибудь, находим сухую дорожку, ее веничком размели, лужи размели, тогда катаемся. Не, не переживай, давайте просто вместе с телезрителями все будем посылать лучи добра в космос, и космос откликнется, и обязательно будет хорошая погода. Ты сегодня, Иван, у нас неспроста в роликах, мы очень тебя попросим показать что-нибудь крутое. Студия у вас очень красивая, она стала больше. Позволяйте теперь. Мы не знаем, застрахованы или нет. Я скажу, я застрахованы, скажу, начну с простого. Как бы обучение на роликах на любом виде спорта и любом вообще виде активности, оно начинается с простого. То есть мы должны научиться сначала ездить элементарно, передвигаться на этом виде, который вы выбрали. То есть роликовые коньки это аналог, можно сказать, коньков, поэтому они так и называются роликовые коньки. Мы просто научились ездить, потом мы научились ездить заново. Так же, как на коньках, делать резкие повороты, развороты и какие-нибудь вообще просто остановки, чтобы мы чувствовали себя единым целым с роликами. Мужчина, не шумите. Когда мы уже чувствуем, что мы тверды, когда мы стоим хорошо, мы начинаем уже развиваться дальше. Мы начинаем преодолевать какие-нибудь препятствия. Что происходит? Спрыгивать с них, запрыгивать на них, ехать на них там на двух колесиках, например, там можно проехать. Господи, сейчас... Можно не просто ездить по бордюльчикам ступенькам, можно даже скользить по ним. То есть есть специальные площадки на роликах, которые позволяют нам это сделать. Но, опять же, это все нужно делать в меру, аккуратно, постепенно и, конечно же, спрашивать у старших. Потому что в экстрим-культуре тренеров нет. Это я сразу говорю. Есть только старшие друзья, которые могут помогать что-то. И совет. Скажи, а вообще сколько нужно тренироваться, чтобы примерно... Ну, так как ты себя чувствуешь на роликах, это нужно с рождения. Но вообще сколько нужно заниматься, чтобы уже комфортно себя чувствовать и не бояться прийти на таблетку? В принципе, любой ребенок, который покатался с консультацией в течение дня, он уже делает первые шаги на роликах и может уже ехать. Налево поворот. Вот. А если хотите уже более высоких результатов, то это уже нужно потренироваться месяц, два, ну, раз в день или там три раза в неделю, как-то так. В принципе, если прийти на таблетку к ребятам, я думаю, они не будут особо так воспринимать новичка в штыки, там же помогут, правильно? Сначала, конечно же, все. Ага, новенький пришел, поприкалывается, но все равно это будет на доброй волне. Вот все равно не всем можно. Видите, тут размер ноги должен подходить, поставь свои лыжи сюда. Или размер кабука. Раз, два, три, раз, и все. И весь скутер занял. А я, вот, пожалуйста, хоть две ножички. Раз, раз, ух, ух, ух. Все, ребят, на этом у нас сегодня беседа с Иваном Семиным заканчивается. Мы встретимся в скором времени, уже седьмого числа, и покатаемся, и потанцуем, и попоемся вместе. У нас сегодня был Иван Семин. Шлем не надела. Да, не надела шлем. Более известен всем, как Аспар, ребят, до встречи. Скоро еще увидимся, эфир у нас утренний продолжается.